Россия 1918 год По вагонам поезда идет контролер Одни предъявляют ему билеты, другие мандаты Один из пассажиров говорит контролеру Мне не нужен билет, я ответственный еврей Испугался контролер Кто знает, а вдруг ответственный вытащит Маузер и стрельнет Но переспросил А нет ли у вас удостоверения? А к чему удостоверение? Удивился тот Разве вы не видите, кто я? Извините, уважаемый Я вижу по вашему носу, что вы еврей Но откуда мне знать, что вы ответственный? Рассмеялся пассажир А кто же, если мы евреи? Не мы евреи Будет по вашему за вот это все отвечать? Ребята, так уж повелось, что евреи отвечают за все проблемы во всем мире Ну и даже на корабле, с которого Иону сбросили На самом деле это правда Евреи должны действительно слушаться своего Бога Идти И тогда во всем мире тоже будет хорошо Один раввин сказал, что если вы хотите, чтобы в вашей Царской России Хотите, чтобы в вашей стране были хорошие чиновники Хорошие министры Нужно поставить по одному вооруженному солдату Возле каждого ребенка еврейского Чтобы он учил Туру И тогда у вас будут хорошие чиновники Когда дети вырастут и выучатся Мы сегодня поговорим о пророке Ионе Три человека в Танахе были готовы отдать свою жизнь за народ Это Моисей, Давид и Иона Моисей из-за Божьего гнева по поводу греха Золотого Тельца Давид во время Мора, когда было исчисление Готов был отдать свою жизнь А Иона Об этом мы постараемся сегодня и выучить И для этого мы попробуем поискать Что говорят по этому поводу традиции Знаете, вот к традициям По отношению к традициям и традиционным толкованиям Есть две разные крайности Обе из них есть в Писании Первая крайность Люди ссылаются на первое послание к Коринфянам Четвертая глава Пятая-шестая стихи Написано так Посему не судите никак прежде времени Пока не придет Господь, который светит Скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение И тогда каждому будет похвала от Бога Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас Чтобы вы научились от нас Не мудрствовать сверх того, что написано И не произносились одним перед другом То есть не надо мудрствовать сверх того, что написано Вот написано Мы это вот так вот понимаем И этого достаточно для Писания Для спасения и для благочестивой жизни Это одно понимание И второе понимание Давайте научимся, как сказал Павел Научитесь от нас Мы читаем 2 Тимофею 3 глава 8 стих Написано так Как Иоанни и Амврий противились Моисею Так и сии противятся истине Люди, развращенные умом, невежды в вере Итак, кто такие Иоанни и Иамврий? Ну, написано, что они противились Моисею Итак Судя по всему Потому что все противники У Моисея было Вот по пальцам пересчитать этих конфликтов Которые он имел в Библии И чаще всего имена конфликтующих сторон Они упомянуты А вот Иоанни и Амврий Не упоминаются во всем Пятикнижии Моисея Если вы возьмете какие-то толкования Объяснения, кто такие Иоанни и Амврий Скорее всего скажут, что это были волхвы фараонов Здесь написано Они противились Моисею И дальше 9 стих Но они немного успеют Ибо их безумие обнаружится перед всеми Как и с теми случилось Что с теми случилось Что, скажем, до четвертой казни Они могли подражать казням Моисея Тоже в воду превратили кровь Тоже там вот с лягушками у них чего-то получилось Но вот с мошками у них Вот как раз получился прокол Опозорились То есть, скорее всего, были это волхвы египетские Но их имена не употребляются в Танахе Они находятся где-то, скажем так В других источниках С которыми Павел, Раф Шауль был знаком И он ими пользовался И вот между этими двумя крайностями Ни в коем случае И полное принятие Есть какой-то баланс Что-то посредине Ну и где находится этот баланс Каждый скажет Вот я как раз посредине Я не там и не там И середина находится вот как раз Вот так вот, где я себя чувствую Вот И я расскажу некоторые вещи Которые не прямо написаны в Писании Или в Писании не указываются косвенно Ну, вы решайте для себя Итак Пророк Иона Кроме книги, которую написал сам Пророк Иона Иона упоминается в 4-й книге Царств В 14-й главе С 23-го по 27-й стих И история такая В 15-й год Амасии сына Юасова, царя Иудейского Царился Яроваам, сын Юаса, царь Израильский в Самарии И царствовал 41 год И делал он неугодное в очах Господних Не отступал от всех грехов Яроваама, сына Наватова Который ввел Израиля в грех Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямаф До моря пустыни По слову Господа Бога Израилева Который он изрек через раба своего Иону Сына Амифиилина, пророка из Гавхефера Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое Так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося И не было помощника у Израиля И не восхотел Господь искоренить имя израильтян Из поднебесной И спас их рукой Яроваама, сына Иоасова Итак, мы видим пророк в расцвете своего пророка Нечестивый царь, который занимается поклонением тельцам Он слушает истинного пророка Господню Иона И он освобождает, восстанавливает там какие-то границы По пророчеству Ионы Другое место, которое традиция указывает, что там фигурирует Иона Есть там пророк без имени Четвертое царство, раньше 9 глава С 1 по 10 стих Я прочитаю это место И здесь вот этот вот пророк без имени Это по традиции Иона Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему То есть Иона в это время находится на учебе у пророка Елисея А поешь чресла свои, возьми сей сосуд с Елеем в руку твою, пойди в рамо в Галаадский, приди туда, отыщи там Иоя, сына Иосафата, сына на Мессиной, подойди и вели выступить ему из среды братьев своих и веди во внутреннюю комнату И возьми сосуд с Елеем, вылей на голову его и скажи И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов господних, павших от руки Езавери И погибнет весь дом Ахава, и истреблю Ахава, мочащегося к стене, и заключенного и оставшегося в Израиле И сделаю дом Ахава, как дом Иеравама, сына Наватого, и как дом Вааса, сына Ахиина И завежусь ей от псы на поле израильском, и никто не похоронит ее И отворил дверь и убежал Итак, Бог заповедал Илье на горе Синай об уничтожении дома Ахава Илья это не сделал, как бы передал это поручение вместе с помазанием Елисею Елисей тоже не выполняет это поручение, он передает это своему ученику И этот ученик выполняет это поручение По преданию это был Иона, пока еще не пророк, его здесь называется Отрок Ученик пророка Там учились чему-то другому, чем наши общеобразовательные школы О них мы поговорим как-нибудь в другой раз Итак, дальше Здесь просто видна схема, которая фигурирует, такая же схема в книге пророка Ионы Что если народ не кается, то приходит Божий суд И Иона здесь помазывает Иоя, чтобы он принес Божий суд на израильтян И так это и происходит Теперь откроем книгу пророка Ионы Итак И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину Встань, иди в Ненавию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня И пришел в Иопию И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис Отдал плату за провоз И вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа Здесь внимание вот на что Фарсис находится в противоположной стороне от Ненавии Если Ненавия на восток от Израиля То Фарсис на запад, по другую сторону Средиземного моря То есть бежит в противоположную сторону от своего предназначения И дальше вот что Он бежит от лица Господня Ну, я слышал такое, что он, как это пророк, бежит от своего Бога Он бежит не просто от Бога, он бежит от лица От Божьего присутствия Здесь имеется в виду понятие, что Бог Внимательно смотрит и следит за На святую землю, за израильскую землю Вся земля, она поделена между богами Так вот, Господь следит Именно за территорией Израиля Ну, в качестве стиха вам, например, второзаконие 11 глава, 12 стих Говорится так Земля, которой Господь Бог твой печется Я веду в тебя землю И она, чем она отличается от всех остальных Например, от Египта Тем, что о ней Господь Бог твой печется Отче Господа Бога твоего Непрестанно на ней от начала года и до конца года То есть, Бог за ней присматривает В значении Руководит хозяйством И он заинтересован во всех подробностях Скажем так, в других землях Это все происходит По теории Происходит о посредственной Но это не наша тема сегодня Просто, что Божье присутствие находится здесь На этой земле И покинуть эту землю Значит, убежать от Божьего присутствия От лица Господня Чтобы он не смотрел Итак Кстати, вы опять видим эту формулу Что Иона отрекается от своего поручения На него приходит суд И теперь Господь воздвиг на море крепкий ветер И сделалась на море великой бурей Корабль готов был разбиться Устрашились корабельщики Взывали каждый к своему Богу И стали бросать в море То есть, люди Не евреи Матросы Они, во-первых, видят Что что-то пошло не так Ну, буря-буря Сильная буря-буря И толкователи говорят Почему матросы удивились Что, скорее всего, эта буря Не касалась других кораблей Которые были видны Вот оно облако Вот она туча Под ним буря Дождь Гром и молнии А вот-вот Совсем недалеко Через 300-400 метров Есть другой корабль И над ним светит солнышко И они пытаются что-то сделать Грести Сбросить груз Выбраться И все эти попытки Им не удаются И они обращаются к Ионе Почему так? Что это такое? Он им объясняет Да Выбросьте меня за борт Потому что я служу Богу Который сотворил И небо, и земли И сушу, и море И я его не послушался Я от него бегу По преданию Как это сделали матросы Чтобы проверить Так оно или не так Они опустили Иону в воду На веревке по щиколотке И море сразу утихло Поднялись Снова началась буря И так через несколько экспериментов Экспериментальным путем Твердыми научными Исследованиями Действительно убедились Что действительно Иона Является причиной этой бури И они молятся Просат у Бога прощения Что не бросают его пророков В море И выбрасывают Так кстати Решают проблему И некоторые страны Выбрасывают от себя Евреев И тогда этой стране Как бы становится Лучше Мы приходим В вторую главу Так Что тут интересно И повелел Господь Большому киту Поглотить Иону Был Иону Был Иону Этого кита Три дня и три ночи Значит Вот что здесь интересно То что здесь читаем Кит На иврите это Даг Переводится как Рыба И помолился Его на Господу Богу своему Из чрева кита А вот здесь Слово Дага То есть рыба Женского рода И отсюда идет Толкование Вот он был Внутри у рыбы Ему было хорошо Экскурсию Ему показали Там Всякие вот эти все Оно все отсюда Но Как бы потом уже Через какое-то время Там началась Вот-вот Другие обстоятельства Наверное Другая Рыба И у него Там стало так плохо Он думает А что же мне так плохо Что же я так Переживаю Зачем Да вот Я согласен Умереть Но Зачем Так сильно Стараться Вот эти неналитяне Они покаются Когда им проповедуют Потом снова Вернуться к своим грехам Потому что Это в природе Человека А что же я так сильно Стараюсь Переживаю И он говорит Да хорошо Я на это уже Согласен И тогда Да Принимает Вот говорит Десятый стих Что обещал Исполнил Помолился У Господа спасения И сказал Господь киту И он изверг Иону На сушу Вероятно Это было Где-то В публичном месте Вероятно В той же Яфе Что люди Были этому Свидетелями И Иона Дальше Отправляется В Ниневию Третья глава Значит Мы Смотрим Обратим внимание Вот на какие Подробности И было Слово Господне Ионе Вторично Встань Иди В Ниневию Город Великий И проповедуй В ней Что я Повелел Тебе И встал Иона И пошел В Ниневию По слову Господню Ниневия Был Город Великий У Бога На три Дня Ходьбы И начал Ходить Иона По городу Сколько Можно Было Пройти В один День Город На три Дня Пути Иона Там Ходил Столько Чтобы Для Отмазки Чтобы Сказать Я Это Все Выполнил По Минимуму И Покинул Город И проповедовал Говоря Еще Сорок Дней И Ниневия Будет Разрушена Вот Это Слово Разрушено Смысл Этого Слова С одной Стороны Перевернута Весь Город Будет Перевернут Как Перевернуть Тарелку И Это Вероятно То Что Понимал Иона То Что Он Хотел Со стороны Посмотреть Как Это Все Будет Происходить Но В Пророчестве Есть Разные Уровни Понимания И Чем Позже Мы Видим Что Пророки Не Всегда Понимают То Что Они Видят Например Захария Говорит С ангелом Ангел Спрашивает Ты Понимаешь Нет Не Понимаю Объясни Есть Это Динамика Переговор И Здесь Возможен Такой Вариант Что Иона Не Понял Что Есть Другой Смысл Переворота Духовный Переворот Например Однокоренное Современное Слово Маапаха Революция И Такой Возможен Был Сценарий Согласно Этому Пророчеству И Еще Сценарий Что Как Обращение Что Люди Перевернутся Обратятся От своих Греха К Праведности И Вот Этот Духовный Переворот Он Действительно Имел Место Это Пророчество Вот В этом Смысле Пророчество Ионы Оно Исполнилось В Неневии Пятый Стих Так Пятый Стих Это Седьмой Пост И Повелел Возгласить И сказать В наявии От имени Царя Вельмошьего Чтобы Ни люди Ни скот Ни волы Ни овцы Ничего Не ели Не ходили На пастбище И воды Не пили И чтобы Покрыты Были Вретищем Люди И скот И крепко Выпияли К Богу Чтобы Каждый Обратился Злого Пути Своему От насилия Рук Своих Это Царь Дает Повеление Это Да Уже Было В народе У нас У евреев Если пост То ты Постишься Сам И не Заставляешь Всех Остальных А здесь Видите Насильно Были Заставлены Поститься И скотину И детей Ничего Не Не кормили Мы Сделаем Вывод Из этого Из этого Стиха Чуть Чуть Позже Следующий Стих Восьмой Стих Восьмом Стихе Слово Обратиться Каждое Злово Пути Своими И от Насилия Рук Своих Вот Это Слово Насилие Это В оригинале Слово Хамас И Оно Переводится Как Разбой Грабеж Внимание Это Никак Не связано С Арабской Террористической Организацией Они Назвали Свою Организацию По Другим Причинам Но Кстати То Что Они Делают Очень Соответствует Разбою Грабежу Библейскому Иврейскому Смыслу Этого Слова Хамас Хамас Плох Почему Бог Сильно Гневается На Хамас Для Воровства В иврите Есть 7-8 Слов Которые Описывают Воровство И все Подходят Под одну Заповедь Не укради Сокрытые Принадлежат Господу А вот Если Происходят Открытые Грехи Ну Не знаю Пример Хорошо Когда В государстве Запрещены Аборты Когда В государстве Запрещен Гомосексуализм Это Хорошо Но Когда На Уровне Государства Это Начинает Проходить Легализацию Вот Эта Проблема То Что Суд Приходит На Все Общество Которое Это Допускает И Мы Здесь Вот Подходим К Этому Выводу Как Как Иона Отдавал Хотел Отдать Жизнь За Народ Глава 4 Второй Стих И Молился Он Господу И Сказал О Господи Нет Или Говорил Я Когда Еще Был В Стране Моей Поэтому Я И побежал Фарсис И Бознал Что Ты Бог Благий Милосердный Долготерпеливый Многомилостивый И Сожалеешь О бедствии Итак Бог Судит На тот Момент Который Он Сейчас Есть Бог Знает Будущее Бог Знает Прошлое Но Судит То Состояние Которое Есть И Он Милостив К Как Он Говорит Мне Ли Не Пожалеть Ненавии Города Великого В котором Более 120 Тысяч Человек Не Умеющих Отличить Правой Руки От Левой И Множество Скота То Сейчас Вот Люди Голодают Постятся И Бог К Мил У Ионы Есть Пророческая Перспектива Он Себе Представляет Как Рождаются И умирают Цивилизации Для того Чтобы Цивилизация Росла Нужен Какой-то Моральный Стандарт Система Судов Которые Люди Уважают Чтобы Не было Открытого Беззакония Хамаса Грабежа И насилия Что это Все Открыто Известно И Никто Ничего Не Делает Если Есть В стране Такие Стандарты Что Государство Начинает Расти Если На какой-то Вершине Государства Цивилизация Не может И Расти И Моральное И моральное Разложение Падает Это Вот это Разногласие Не может Продолжаться Больше Одного Поколения Проходит Одно Поколение 70 лет И Происходит Падение Цивилизации Цивилизация Падает Вслед За Моралью Которая Здесь Живет И Он Видит Это В сравнивании Он Ходит Он Проповедует По Израилю Люди Не Принимают Его Проповеди О покаянии И Отказываются И На этом Фоне Ниневия Которая Покаялась И Приняла Божью Угрозу С полной Серьезности Она Если можно Так сказать Относительно Праведнее Чем Израиль И Поэтому Ниневия Есть Больший Потенциал Праведности Перед Богом Что Бог Ее Поднимет И Ниневия Да Опозорит Израиль Захватит Его И Уничтожит Ниневия Это Столица Ассирийского Царства И Действительно Так И Произошло После Смерти Пророка Ионы Ассирия Со Столицы Ниневии Атакует Израиль И За Три Сильных Удара Похода Она Разрушает Царство Израиля И Все Израильтяне Переселены В другие Части Ассирийского Царства Пророк Видел Это Он Не Хотел Это И Для Того Чтобы Этот Сценарий Не Произошел Он Даже Готов Был Отдать Свою Жизнь И Умереть В Морской Пучине Только Чтобы Израиль Не Был Разрушен Он Хотел Отдать Жизнь За Народ Книга Пророка Ионы Читается На Йом Тема Во-вторых Возвращение Человека К своему Предназначению Которое Он Должен И Третья Тема Это Отдать Свою Жизнь За Народ Что Хотел Сделать Также Пророк Иона Я Вам Обещал Один Вывод Еще Из Вот Этого Стиха Что Ныне Витяне Услышали Слово Божье И Сделали Его Ну Как Слишком Слишком Серьезно К нему Отнеслись Давайте Прочитаем Исайя Десятая Глава Пятый Седьмой Стих Исайя Десятая Глава Пятый Шестой Стих Это Прочество Оба Суре Пророк Исайя Прочествует О Суру Жезл Гнева Моего И бич В руке Его Мое Негодование Я Пошлю Против Народа Нечестивого И против Народа Гнева Моего Дам Ему Повеление Ограбить Грабежом И добыть Добычу И попирать Его Как грязь На улицах Но он Не так Подумает И не так Помыслит Сердце Его У него Будет На сердце Разорить И истребить Немало Народов И он Скажет Не все ли Цари Князья Мои Халны Не то же Лишь Что и Кархемис Ямав Не то же Лишь Что и Арпад Самая Не то же Лишь Что и Дамаск Так как Рука Моя Владела Царствами Идольскими В которых Кумиров Больше Нежели В Иерусалиме И Самарии То не Сделали Того же Иерусалим И с Извояниями Что сделал Самарию И Идолами Его Смысл Такой Бог Использует Ассирию Для того Чтобы Наказать Израиль И Иуду Он уничтожает Израиль И наказывает Иуду В Иудее Он захватил Все города Кроме Иерусалима Бог Его Для этого Предназначил Но Сам Ассир Подумал Не о Наказании А Об Уничтожении То есть Когда Бог Говорит А Человек Добавляет Б И это Такой Грех Вы знаете В Библии Есть Во второзаконии В притчах И в откровении Написано Что ничего Не убавляет Слово Божье И ничего Не добавляй Например И здесь Вот Мы Читали этим С постом Когда Объявили пост То объявили пост Тотальный Для всего населения Включая Скот Они Делали это Более Глубоко Чем от них Требовалось Пример Такой Вы знаете Есть такая Организация Которую Делают У них Есть одно Утверждение Первое Утверждение Истина Вторая Часть Не Истинная Но Логически Выводится Из первого Говорят Что Ешо Он Сын Бога Но Не Бог Он Да Является Сыном Бога Но Они Делают Логически Сформированные Утверждения Но Он Не Является Богом И Это Уже Ложное Утверждение Вот Так Вот Человеческая Логика Искажает У нас Нет На Это Разрешение Если Бог Сказал А Человек Не Имеет Права Добавлять К Нему Б Не Имеет Права Делать Выводы Если Бог Сказал Наказан Это Не Значит Уничтожен Ну Не Знаю Может Библейский Пример На Прощание Расскажу Давайте Вспомним Где Его Познание Добра И Зла Можно Ли К Нему Было Прикасаться Когда Об Этому Говорит Бог Адам Он Этого Не Говорит Когда Ева О Заповеди Рассказывает Змею Она Говорит И Не Прикасайся К Нему По Всей Вероятности Адам Услышал И Добавил Змея Это Использует Возможно Он Сказал Да Нельзя Прикасаться Вот Смотри Я его Потрогал Со мной Ничего Не Случилось Ты Попробуй Потрогал И Ничего Не Случилось Значит Наверное И Можно Кушать Это С этим Запретом Будет Так же Как И С Прикосновением В Любом Случае Да Действительно Есть Запрет Добавлять К Библи Или Убавлять Из нее Что Либо И Один Из Таких Грехов Был И У Ассира И Давайте Мы С вами Постараемся Не Быть Такими Не Добавлять К Истинному Авторитетному Слову Божье Какие То Наши Ограничения Или Дополнительное Украшение И Ограды Всего Вам Добавлять Добавлять